Всем привет и добро пожаловать к канал Плэйдхоу. Мы с вами продолжаем прохождение игры под названием Prison Simulator. И мне по счету на секунду показалось, что он не какое-то там предложение говорит на своем непонятном языке, а начал напевать мотив, вы достаточно приставучий и популярный. Вот этот. Мана-мана. Ту-ту-ту-ру-ру. Мана-мана. Ту-ту-ру-ру. Боже, он действительно приставучий. Я, наверное, и многие из вас, пока идет как минимум этот ролик, будем периодически его вспоминать. Мана-мана. Ладно, у нас задание обыск камер. Мы к ним отправляемся. Я так полагаю, у нас будет обыск, наверное, абсолютно всех камер. А не выборочно, как мы сами это делали в предыдущих сериях, да, по отношению к тем, кто себя плохо ведет. Ну, или кто у нас просто вызывает подозрения. Значит, ага, я понял. Сначала вот это. Обыщи камеры. Конфискуй запрещенные предметы. А, слушайте, у нас не всех надо будет обыскивать, а только четверых. Мана-мана. Да? Четвертого, кстати, седьмого. Пятнадцатого и шестнадцатого. Сань, а что у тебя сейчас есть? Я вижу, у тебя доллар загорелся. Давай-ка замените делом. Даже не буду это озвучивать. Ты посмотри, что он продает. Продает иголки, продает... Это самое, это луковые кольца, да, у нас? А по запрещенке у нас тоже есть иголки и еще что-то. Но мы, наверное, не будем его это скидывать. Это оставим для чего-нибудь другого. Наверное, возможно. Но явно в блок мы это отправлять не станем. Где... Ты чего? Такой, кого-банга! Побежал. А, посмотрите, кстати, они из одной банды. Это у нас глубины и крохи напали. Они напали на кого? Напали на... А ты из какой банды, кстати? Из какой группировки, а? Встань, пожалуйста. Что, мы посмотрим. А это злые олени. А ты у нас, по-моему, тоже, да, злой олень? А, ну они, типа, отвернулись. Типа, они не видят, что избивают его друга. Точнее, их друга. Ты посмотри. Еще на меня хит, он, походу, нападает. Лысый, ты чего? У него, кстати, тоже на затылке татуировка. Совпадение? Не думаю. На место пошел. Значит, где наш номер 4? Номер 4, Боб Клэрк. Пошел вон или я подарих тебя разделаю? Так, успокойся. Ты смотри, а как бежит. Ну да, хит, но он такой, он. Не успокоится, пока, наверное, не выполнит свое задание. Ну вот, в следующий раз. Боже ты мой. А что тут у нас подгорело-то? Срочно, срочно. Надо тушить. Надеюсь, прибежит какой-нибудь другой охранник и поможет нам с этим разобраться. Или мы так и будем тут в одного всегда и пожары тушить, и с бандитами разбираться. Группировки как-то ликвидировать. Что там опять происходит? Что это значит? Они между собой решили подраться? Серьезно? А, нихрена себе. Не, ну это уже... Это беспредел. Это реально беспредел. Вы посмотрите, что они делают. Осуждаю такие вещи. Просто осуждаю. Ну, я тут, к сожалению, ничего не могу сделать. Я же не побегу убить охранников. Но это странно было бы, да? Да, господи, ты бой. Ты, вы посмотрите, что происходит. А что здесь за бунт-то такой? Алло. Ты что, успокойся. Я не хочу тебе это самое делать. Очень больно. Я могу, но не хочу. Просто отдохни, полежи. Никуда не уходи отсюда. Сейчас мы... Хе-хе-хе. Да, кстати, очень в тему было. Никуда не выходи. Я... Так. Боб Кларк. Ты какой-то странный. Ты мимо горшка ходишь. Что это за прикол? Вообще непонятный. Тот самый момент, где живешь, там и сырешь, да? Вот прям про это. Надо будет убрать тебе это все. Чтобы в следующий раз, когда я сюда пришел, здесь было все чики-пи-барум и чистенько. Сейчас бы это проверим. Если есть какая-то запрещенка, ну, плохо для себя, конечно же, будет. Если что-то такое не сверх ужасное, там какой-нибудь лимонад ты спрятал, без проблем. Да, кстати, многие писали в комментариях, типа, Серега почему-то не проверяет что-то на бумагу, они там могут что-то ныкать. Ну, ребята, она не кликабельная абсолютно. То есть она неактивная, мы ничего здесь делать не можем. Мы даже для своих собственных нужд ее никак не можем забрать. А вот у него вайф, жена. Смотри какая. Симпапуля, да? Главное, абсолютно голая, но зато в этих босоножках там или... Что-то там на кублуках у нее, походу, да? Какие-то туфельки. Смотрим. Нет, ну, тут как бы... Тут без комментариев, да? Забираем. Дальше, 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 дальше. Смотрим, что под кроватью есть. Точнее, нет, это не под кроватью, это в матрасе. О, забираем. Давай, давай. Серебная охрана у нас, уважение, 40 уже. Безобразие, может быть, мы сможем договориться? Не забирайте. Нет, ну, ну, это наркота. Ну, какие разговоры, о чем вы? Нет. Ни за что, извини. Извини, извини, извини. Если бы что-то, какие-нибудь чипсы там у тебя были, я бы оставил. А такие вещи, ну, нет. Ну, надо совесть иметь. Здесь чисто у нас, все. Кого бы сегодня взгреть? А что у тебя по заданиям есть? Эй, эй, сюда ходи. Хочешь заработать немного денег? А что вообще происходит? Можешь передать этот заказ, Том Иванович? Он даст тебе немного денег за труд. Ну, и за меня, конечно. Ну, давай. Бери этот товар, передай ему как можно быстрее. Если он его не получит вовремя, я получу по яйцам. И тогда тебе тоже перепадет. И не пытайся не обмануть. Тебе не нужен такой враг? Ой, слушай, вообще не надо меня пугать. Я уж думаю, не забудь взять денег у Тома Ивановича. Если ему не напомнить, он их не отдаст. Понятно. Я буду признать, если ты сделаешь это. Хорошо. И еще одно. Будь осторожен реально с охранниками. Некоторые из них очень недоверчивые и захотят тебя обыскать. Если увидишь такого охранника, ищи другой путь. Понятно. Если тебя обыщут, то заберут все, что захотят. В том числе и мой пакет. Так что лучше не попадайся. А, я наркоту начал перекидывать? Не, ну это жесть. Это плохо. Это реально плохо. Это реально плохо. Ну, здравствуй, повернись. Время обыска. Какого обыска? У тебя глупое выражение лица. Ты что-то скрываешь? Ну, если я не прав, я тебя отпущу. Ты здесь ничего не видел. А, прости, я все выдумал. Прости без обеспокойства. Я сейчас вернусь к твоему посту. Давай. А, Том Иванович, где у нас? Где у нас Том Иванович? Так, это Томсон. Это не ты. Надо еще раз всех бы запомнить. Кто-то как-то где находится. Ну, вообще, тема с посылительством. А, вот он у нас, Том Иванович. Ты посмотри. А с ним даже не поговорить. Ладно. Тогда мы вызываем рацию. Точнее, доставим рацию, вызываем скорую помощь. И в следующий раз его, наверное, уже обыщем и передадим. Да? Все. Седьмой номер. Где у нас? Седьмой, седьмой, седьмой. Вот тут. Это Тэвус, да? В смысле? Тебе морду разбить? Не, ну как-то очень дерзко разговаривает. Прямо очень дерзко разговаривает. Я считаю, на месте разработчиков такие вещи стоило бы немножко подправить, пофиксить. Диалоги слишком жесткие. В обычной даже, абсолютно любой тюрьме, мне кажется, так охраннику скажешь, и это недолго для тебя будет праздником. Да и вообще возможностью так разговаривать. Здесь проверили, здесь все чисто, здесь все мы проверили. Нифига себе у него. Сразу вспоминается сериал Побег, да? Тоже все стены были исписаны. Здесь чисто. Дальше. Проверяем, смотрим. И тут у нас, да? Хотя, подожди, пакетик и контрабанда, ну, возможно, действительно там будут чипсы или лимонад. У нас же можно посмотреть, что в кармане находится? А, на топе. Интересно, что внутри. А давайте откроем. Молоток там был. Базовый рабочий инструмент в мастерской. Хм, ну, ничего такого сверх страшного-то нету, но, конечно, то, что инструмент вылетел с мастерской, это ужасно. Это, во-первых, как оружие могут использовать, а, во-вторых, конечно же, как какой-то инструмент для попытки совершить побег. Это плохо. Это реально плохо. Хорошо, что мы это открыли. А мы, кстати, сейчас к нему подойдем. И скажем. А какого фига? Как дела? Доставил? Так, что произошло не так? Ну-ка, рассказывай. Другой охранник забрал товар. Минус уважение. И все, минус 200. Ну, офигеть. Как ты это допустил? Ты не умеешь договариваться с товарищем, что ли? Теперь мне нужно объясняться. Это Том Иванович. Срань. Лучше уходи. Ой, да мне пофиг, на самом деле, на твое уважение. Главное, мы проверили и забрали контрабанду. Да вот так вот мы вывернули все наизнанку и в дамках оказались. Очень хорошо. Очень быстро и очень вовремя. Пятнадцатый. Том Лохей. Здорово. Значит, что у тебя тут есть? Сейчас мы проверим. Сначала вот тут, потом вот тут по стандарту. О-о-о. Забираем. Тебе это больше не пригодится. Дальше. Вы знаете, что было бы очень круто, если бы разработчики добавили возможность торговать не только... Так, ну давайте, наверное, Е. Оставим, да. Возможно торговать не только с заключенными, но и с полицейскими, да? Ну, то есть с другими охранниками. То есть они скажут, слушай, так, что-то покушать захотелось. Такую хрязь, на, у меня чипсы есть. То есть если экономил на торговом аппарате, действительно было бы очень здорово. Какие-то дополнительные варианты развития и сбыта той же продукции. Ну, предположим, я лично совесть вот вообще сейчас никак не позволяет. Хоть и хочется заработать, чтобы поднять навык какой-нибудь себе, да? И прокачать основного персонажа по игре. Но вот, повторюсь, совесть не позволяет никак сейчас идти там продавать шприцы заключенным. Ну, это тумачно. Я могу там скинуть им конфеты, там, ну какие-то такие безобидные вещи, наркотики, перебор. Мне кажется. Так, ладно. Значит, к 16-му пришли. Джурджи Раскольников. Юрий. А, Юрий Раскольников. Понятно. Шоколадку, ну давай-ка мы, наверное, оставим себе. Не будем ее трогать, пускай будет. Только зачем ты ее туда спрятал? Непонятно. Здесь у тебя чисто. Обыск камер полностью завершен. Да, я еще не до конца посмотрел вот здесь еще. А, ты посмотри. Забрать. Пощадите, господин Вертухай. Эта вещь ничего не стоит, но она мне очень дорога. Минус 50 уважения. Ну, естественно, даже не сомневался. Здесь что? Мана, мамана. Это мы тебе оставляем. Хотя никак... Вот, кстати, интересно. Да, смотрите. Мы какие-то вещи, которые забираем, у нас минус уважения. А то, что мы находим и оставляем, уважение никак не поднимается. Это странно. Ну, ладно. А что-то все разошлись по камерам. Давайте заходим сюда. Закрываем. Продолжаем дальше отбывать, товарищи заключенные. А мы пока сбегаем. Ну, стреляться мы с вами уже смотрели. Это вообще какая-то абсолютно неинтересная и глупая хрень. А вот подкачаться, чтобы поднять выносливость, больше бегать и, наверное, лучше держать удар, почему бы и нет. Вот, видите, у нас все время мало энергии. А тут есть кто хочет с нами посоревноваться? А, у нас нигде ни одного джойстика не светится. То есть у нас, получается, это свободное время сделано исключительно для того, чтобы мы, ну, просто подкачались, да. И все. А, нет, смотри. Горит. Сейчас надо энергии на максимум наполнить себе. Сейчас стащим. Это, походу, босс второго уровня уже, да, идет у нас? Плюс защита какая-то нарисованная. Обратите внимание. Видите, у него синий щит нарисован. Давай поговорим. Доброго дня. Как твои навыки самозащиты? Мои? Что? Твои навыки самозащиты? За версту видно, что ты слабак. И что? У меня к тебе есть отличное предложение. Иногда охрана и заключенные устраивают групповые драки просто для развлечения. Думаю, тебе стоит в них поучаствовать, чтобы научиться драться и защищаться. Ты как раз вовремя. Начнем следующий раунд. Поучаствуешь? Да, почему бы и нет. Отлично. Ты не пожалеешь. А, вдвоем сразу же, да? Ну-ка. На. На. Оу. Оу. Как все это было жестко. Вы посмотрите. Обратите внимание, как он просто пробил муфкады. Крящина в голову. Високий. Минус один. Минус второй. Оу. Да. Ты получил плюс четыре раунда защиты. Вот так вот. Понимаете, вы прямо даже легли симметрично. Как-то так рядышком ровненько. Что у нас загорело за значок вон там, интересно? Зоны уборки. Комнаты для инструктажа. Медицинские кабинеты. А. Уборка в тюрьме. Так, подождите. Стоп. Я не понял. Я что, сам буду убираться в ней? Почему для меня там эти установлены значки? Или, возможно, мне надо будет сходить, взять заключенных и туда притащить их для уборки? А, нет. Серьезно? Это я должен делать? Нет, подождите. Нет, это бред какой-то. Это я должен делать. Серьезно. Вот дела. А почему здесь столько крови? Здесь кто-то смотрел кино и решил, что не хватает спецэффектов? Набрызгал спереди снячего, что ли? Или что? Откуда это вообще? Слушай, ну это странно. Это очень странно. Ну ладно, уберемся. Что нам? Других вариантов все равно нету. Если нам за это дополнительно делать какую-то прибавочку к зп, да вообще не проблема. Мед кабинет. О, да. Есть, кстати, игра. Я забыл, как называется. А, вон, походу, да? Сейчас кровь лежит. Ё-моё. Это йога, что ли? Или что? Ты, пацанин, какой он лежит. Кровать. О, боже. Есть игра такая старенькая, достаточно. Там происходит какая-то резня на определенной локации. И твоя задача, ты можешь там в копии играть, приходить с друзьями. И, соответственно, вы занимаетесь уборкой. Там тела сжигаете, кровь выбираете. Забыл, как называется. Ну, достаточно популярная. Там даже на ютубе, по-моему, просто триллиард прохождений было по ней сделано. В общем, кто вспомнит, черканите, пожалуйста. Ну, кто по моим, скажем так, наводкам разобрался, о чем войдет речь. Ладно, значит, дальше у нас здесь еще губка. Плюс надо убрать, наверное, с этого стульчака, да? Это мы потерли. Здесь мы сейчас тоже уберем. Я думал, здесь, наверное, видите, документы, кстати, печати, которая была оставлена кровью. Здесь нужны были красные чернила. Здесь мы все сделали. Дальше у нас еще идет вот тут. Где-то, да? А, ну, тут, походу... Ну, здесь, кстати, нормально, здесь логично, потому что здесь и как раз идет обучение трикбейт. Здесь кто-то мог спокойненько пораниться. А вот убрать... А, мы убираем губки как раз именно стулья, да? Это есть и вроде как все. Осталось только прибраться вот тут. И последнее. Это вот это пятнышко. Готово. Уважение чуть-чуть получили, но нормально. Я сейчас хотел бы сделать, знаете, что? Во-первых, быстренько подкачаться. Это раз. Пока еще горит вот этот символ, что мы можем отправиться на это занятие, да? Так, стоп, а там что у нас? Тюремный двор. А, все правильно. А потом я бы, наверное, сходил к нашему гражданину-начальнику, к начальнику тюрьмы которой, да? И, может быть, что-нибудь прикупил бы. Потому что, смотрите, у нас с деньгами тюрьмы уже тысяча долларов. И этих самых уровень уже пятый. Там, по-моему, как раз с пятого что-то начиналось. Единственное, хотя мы можем подкачаться, наверное, и даже еще... Деньжат заработать, да? Что, хочешь сыграть с тобой, что ли? Я ведь не это имел в виду. Я думаю, а спор я... Давай тигать гантели на время. Ну, давай, что почем. Итак, я и мои приятели. Не думаем, что ты выжмешь штангу 15 раз за 60 секунд. А я уже выжимал. Ну, так, конечно, спорим. Так, ну, давай на полтаху. Поехали. И еще разочек. Давай-давай-давай, последние секунды остаются. Шикарно. 20 баксов поэтому сделали. А я могу просто подкачаться сейчас уже? Да, могу. 22. И еще разочек. Нормально. Плюс 20 энергии. У нас теперь 200 единиц. Неплохо. А, ребята, кстати, кто играл, кто в курсе. А как скорость-то поднимать? У нас только выносливость идет и здоровье за деньги. А скорость-то как мне? Я хочу быстрее наносить удары. То есть именно быть таким достаточно шустрым товарищем. А что-то пока у нас такой... Всем это именно плакать. А мне пока прокачки-то и нету. О, серьезно? Здесь у нас наблюдение есть? Нифига себе. Я понял. Тут что-то нам не очень походу рады. Нам нужен начальник тюрьмы. У нас он вроде как находится здесь недалеко. Здесь стрельбище у нас. Меткабинет. Дальше. Офис начальника тюрьмы. Вот он у нас. Его как раз-таки пока здесь нету. Аккаунт номер два. Что у нас есть по прокачке сейчас? Мастерские. Так, душевые. Радио. А, треводится уровень седьмой. Душевые седьмой. Тюрьма. Так, здесь у нас есть варианты поменять визуалку. Нет, я думаю, вот что-что. Вот эти цвета точно все не подходят. Пускай у нас остается именно все в стандарте. Случайник. Так, ну-ка нажал, вышел. Так, камеры. Две тысячи долларов. Увеличится уважение охранников на 0,5. Туалеты. Пятьсот. Цена в день девять долларов. А что нам дает вот эта цена в день девять долларов? То есть мы что, должны еще арендную плату платить, что ли? Или что? Как это работает? Кровати, ящики, гантели. Так, стулья, шестой уровень. Камеры блока. Это может быть и не номер стандартной гостиницы, но, по крайней мере, в нем нет тараканов. Пока что. Двести долларов. Так. Дополнительный блок, что ли, получается, мы можем купить за двести баксов. Ну, давайте возьмем ради интереса. А, больше заключенных будет, да? Номер 17. Так, дальше. А мы же, кстати, в блоке B работаем. Сейчас надо проверить. Блок B. Сейчас, подождите, мы блок B или B купили? По-русски, по-английски, по-разному все у нас. А, все правильно, блок B, да. Кухонная посуда, 500 долларов за апгрейдник, мы пока это делать не станем. Восьмой уровень, стулья шестой, шкафчик и тысяча. А что такие цены-то огромные? Восьмой, четырнадцатый, золотая клетка там прямо, видели, была. Тысяча долларов. А у нас осталось восемьсот сорок пять. На самом деле, я все-таки, наверное, поменял бы посельное белье. Вот на такое. Это будет идеальный вариант. Ну, по отношению к другим раскраскам, это просто too much, а вот это идеально бы писалось. Это какая-то просто засанная кровать, и даже просто стыдно на ней, ну, даже для заключенных, ну, это жесть. Это просто жесть. А здесь у нас, так, цена в день 10 долларов. Хм. Цена в день. Вот это же такое, увеличивает уважение заключенных на 3%. Давайте, наверное, возьмем ее. Да, поменяем у всех, пускай будет нормальная раковина. Это готово. Дальше, 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 дальше. Ну, другие, да, они не будут смотреться, это действительно какая-то слишком неправильная форма здесь идет. У нас осталось 500 долларов, раковины есть, кровати, скины, я бы взял за 700. Это будет идеальный вариант, наверное, да, поэтому пока подкопим. А в оружии у нас пистолеты, скины, но у нас тут пока ничего нет. А тут что? 200 долларов. Огненная палка такая, конечно, слушайте, дубинка точнее. Нет, я, наверное, на это деньги точно тратить не стану. Максимум, может быть, оставлю... Нет, ничего не буду брать. Да, наверное, ничего, оставлю стандартную. Шлем. Нет, 500 долларов, тем более бронежиле тоже нет. Перцовый баллончик. Урон обезреживает врага на время. 200 долларов. Мощность 80. Ну, а, это наши деньги уже, да, желтые. Нет, желтые тратить не буду. Желтые я оставлю для прокачки. Пока ост... А, сейчас, единственное, что забыл посмотреть, это мастерскую. Мастерская. Молоток. Сколько стоит? 400 долларов. Апгрейд 600. 500 тысяча 300. Напильники. А вот что за апгрейд у нас, интересно? Требуется уровень... А, уже другой. В общем, мы сделали апгрейд, а на что это повлияет, так и не понял. Место для самых... Для терпеливых. Хм. Шлифований с помощью напильника не самая легкая задача. Может быть, просто их больший человек сможет там теперь работать? Ничего не подсвечено, не написано. Ну, ладно, разберемся. Пойдемте к камерам. Посмотрим, что-то как у нас будет сейчас происходить. И как дела обстоят. И заодно посмотрим 17-ю камеру. Куда она у нас добавилась? Снизу или наверху? Судя, наверное, по всему, она должна быть у нас наверху. Ну, да. Как раз-таки второй этаж у нас теперь работает. Второй ярус. Второй уровень. Отведите выбранных заключенных в телевизионную. Угу. Так, нас интересует Юрий Раскольников. Дальше. Том Лохенли. А, слушайте, такое ощущение, что все подряд, да, у нас идут? Так, этот... И вот немножечко ошибся, друг. Мы идем в телевизионную, смотрите, боевики. А не здесь их участвовать с ними. Мусор. Посмотрите, сколько мусора здесь. Бумага вообще валяется. Что за бред? Какой-то сральник здесь развели. Извините за мой французский. Потушили? Да, готово. А как вот убирается мусор, интересно? А, у нас здесь еще мусорка добавлена. Это сюда. Бумажка. Бумажка, бумажка, бумажка у нас идет вот сюда. По доллару, кстати, получаем. Посмотрите, за каждое такое действие. Ну, вроде все убрал. Продолжаем. Значит, нас интересует Стив, Клэри. Клэри, Клэри, Клэри. А, Клэри Лассон. Есть у нас такой? Есть у нас такой. Дальше. Лео. Есть. Стив Джексон. Есть. Этот у нас отсутствует на данный момент. Рикки Томпсон. Есть. Дальше. Эдвард. Есть. Боб. Есть. Петр. Петра, кстати, уже походу нету. Его вычеркнули. Этот есть. Балтимор тоже имеется. И плюс еще один. А где вот эти ребята все остальные? Я не очень понял. А, вот есть Стивен. А, он не хочет. Заключенные, которые не являлись на переключку, должны быть определены вертикальное положение. Поговори с ними. На даконку. Окей. Иди сюда. Привет, что случилось? Следи за языком. Я тебе не друг. Но мы могли бы быть и друзьями. Не думаю. Почему бы и нет? Таково правило. Ну, это не аргумент. Давай обменяемся. А, обнимемся. Не, надо ко мне подходить. Да не стесняйся. Так. Я тебя... А, нет. Последнее предупреждение. Вот и все. Ты еще такой агрессивный. Да, нормальный я. Добавили. Дальше нас интересуют еще Джозеф и Хэнс. Вот это, я так полагаю, да? Да, это, собственно, они. Почему ты еще не на вечерние переключки? А у тебя какие-то проблемы? А у тебя сейчас тоже будут проблемы. Нет, я не уйду. Да нет, ты пойдешь. Нет, не уйду. Да нет, ты уйдешь. Нет, не уйду. Ах ты, черт, я тебя сокрушу. Даже так? А если вот так мы сделаем? Все, успокоился? Нет, не успокоился. Смотри, что творит, а? Мелкий паразит. Ты у нас кто? Ты у нас Джозеф. Стой. Отвяжись от меня. Перекличка уже началась. Давай швидись. Да мне плевать, я хотел на твои переклички. Буду плеститься с той скоростью, с которой мне хочется. О, нет, ты не очень спортивный, смотрю, парень. Ты, мне кажется, себя переоцениваешь. У меня нет особого выбора. Хожу только по тюрьме или по двору. Но вот если бы у нас была тренажерная площадка на улице, у нас тут не спортзал. Короче, давай-ка это самое, к нам быстро присоединяйся и все. Правда, с каким, точнее, с таким прижимистым начальством слабо в это верится. У меня есть свои секреты. В общем, мы поставим, да, туда что-то для спортплощадки. А тебя мы щелкнули. И последний у нас остался, это... Вот он, да? Все, все готовы. Дальше. У нас сейчас... А, почему они у нас... Подожди, я не понял. Мы должны были их отвезти в этот самый... В телевизионную. А почему... Задание как-то закрылось, странно. Это очень странно все. Где зал совещания, поговори с охранником. Ну, ладно. Как-то быстро так все перекрылось. Я не понимаю, как здесь надо работать вот эти задачи наши на день. Так, мы закончили. Нет, подожди секундочку еще. Я хочу посмотреть, вот что у нас вроде как... Вроде как... Вот здесь это находится, да? Комната охраны, да, о. Есть там что прокачать себе? Так, я хочу чем-нибудь научиться. У нас очки есть... А, у нас есть одно свободное. Вот мы его сейчас и потратим. Наверное, на... Увеличить тормодубинок нет. Защита 10%. Уменьшает вероятность обнаружения. Такое себе. Шанс получить более крупный нет. Когда чувствуешь, что что-то не так, тебе достаточно посмотреть на определенное место. Вот, вот это я хочу взять. 100%. Забираем. Готово. А вот теперь можно идти и сдавать смену. Да. Утренняя перекличка. Отправляемся обратно к камеру. Так, субкамера у нас вон там. Поговорить с охраной. Талтл Гвард. А, вот здесь у нас, да? Ох, ёперный бабай. Грохнули этого. Ну, это, помните, этот владелец розового журнала с единорогом? Жесть. А, что здесь произошло? Я нашел Булкалка сегодня утром. Он был уже мертв. А, тот самый, который пытался сбежать? Да. Как-то могло произойти. Где был охранник из этой ночной смены? Мы не знаем. Никто его не видел. И мы с ним не общались. Хм. Мы должны вызвать полицию? Нет. Надзиратель сказал, что пока не стоит их вызывать. Мы должны обыскать камеру, чтобы проверить, было ли самоубийство или убийство. Пытаемся договориться, кто этим занимается. Ой, точнее, пытаемся договориться, кто этим займется. Двоя это, наверное, сделаю, да? Правда, потрясающе. И мы уже сфотографировали жертву, но ты всё равно всё внимательно осмотри. Возвращайся к нам, когда что-нибудь найдёшь. Во, мне даже интересно здесь отсмотреть. Всё, во-первых, наверное, осмотрим все предметы. Здесь даже красным загорелся, так полагаю. Здесь что-то подозрительное есть, да? О безопасности, да, на нас полиция смотрит. Ну, не полиция, а охранники. Так, забираем. Здесь мы смотрим. А есть ли вообще смысл сейчас что-то осматривать, если это не горит красным цветом? Вот в чём вопрос. Или просто надо только красным осматривать и не тратить время даже на всё остальное. Здесь пусто, а вот здесь у нас что-то с жёлтым горит. Это пока никак не влияет. Дальше здесь пусто, пусто. Ну, наверное, скорее всего, нет. Сперед только будем выбирать то, что у нас подсвечивается. Скорее всего. Здесь тоже чисто обыск. Поговорить. Нет, это не работает. А как позвонить в морг? У меня же даже телефона нету. По рации, может быть? Ну да. Как-то так. А теперь, смотрите, можно сделать обыск, и у нас подсвечивается кровать. Ох ты, а контрабанда запрещенка забираем. Ну, у нас других вариантов особо и не было. Привет, ещё разочек, значит. Ты что-то нашёл. Это металлический обломок. Может, часть ножа? А, что-нибудь ещё есть? Нет. Это не было самоубийство, иначе оружие, скорее всего, лежало бы. Где-то рядом с жертвой. Кто-то должен был быть. Убил его ночью. А пропавший охранник, вероятно, помог ему. Значит, будем перетряхивать все камеры по всей тюрьме? Вовсе нет. Мы можем сусить круг поисков. Я предлагаю спросить Стива Джексона. Он был близким другом нашей жертвы. Необходимо поговорить с охранником, который дружит в комнате наблюдения. О, точнее, дежурит в комнате наблюдения. Возможно, камеры что-то зафиксировали. Если, конечно, их не повредили или не обошли как-то иначе. Я, это полагает, моя работа. Ну, раз уж ты начал, то можешь и закончить. Только не забывай о своих обязанностях. Думаешь, я получу эту премию? А, да. Хорошая жутка. Конечно же, нет. Поговори с Марио и Стив Дженсеном. А Стив у нас кто из них? Стивен Джексон, вот он у нас, идет здесь. Значит, привет, боссаш. Значит, что? Оставь меня в покое, я не в настроении. Я хочу поговорить о Боб Клэрке. А что с ним? Он мертв. Какой-то долбанный урод убил его, пока он спал. Да пошел он. Мой человек не успел вернуть мне мою долю. Печенек. Печенек все любят, не правда ли? Вот об этом бы я и хотел с тобой поговорить. Знаешь ли ты, кто мог его убить? Были у него враги. У кого их нет? У всех есть враги, даже внутри одной банды. Можешь назвать их имена? Значит, тебе нужна информация. Информация стоит денег. И не думай запугивать меня, потому что тогда ты ничего от меня не узнаешь. Сколько ты хочешь? Хм. Мне не нужны деньги, но если мой милый... Но если мой милый оказался в деревянном ящике, ты можешь покрыть его долг. Достань его. Косяки, и тогда я расскажу, что тебе... Что я знаю о нем. Хорошо, но не пытайся меня это обмануть. Матерью клянусь. Поговори... Так, стоп, подожди. Подожди, 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 подожди поговорить. У тебя есть мое барахло? Да, вот оно. Круто, спасибо. Теперь скажи, что ты знаешь. Я матерь, только так, что у моего друга было много врагов. В этом нет ничего такого, когда ты есть. Но между масон Дункель и Лео Джонс была настоящая вражда. Для них это были личные ссоры, поэтому другие парни из банды не вмешивались в их дела. Знаешь, честь и все такое. Если у кого-нибудь здесь и есть, хоть честь, хоть на 10 копеек. Да, конечно, перевод. Наверное, поэтому босс не позволил нам отомстить за нашего человека. Спасибо, мне больше ничего не нужно. Нам нужна информация, чтобы поймать убийцу. Так, ты сможешь отомстить за своего друга? Как скажешь. Значит, с ним мы поговорили. Дальше нас сейчас интересует Марио Нельсон. А вот самый главный вопрос. Марио Нельсон... А где мне его найти-то, такого Марио Нельсона? Наверное, это вот здесь, да? Это у нас комната... Нет, не комната охраны. Это у нас... Наблюдение, все правильно. Да, значит, отдвигаем. Наблюдение. Нет, это телевизионное. А наблюдение у нас... Это вот здесь должно быть, да? А, вот это точно. Мы что-нибудь сейчас заходили. Ты нас, Марио Нельсон? Да. У меня есть несколько вопросов о том, что произошло прошлой ночью. Я кое-что выяснил. К сожалению, камеры наблюдения были попрошедены, поэтому я не могу сказать, как он покончил с собой. Но это было убийство. О, простите. Как его пустили в расход? Ну, у меня есть подозрение, кто уничтожил камеры в ту ночь. Это сделали заключенный. Нет, это был Эдхан Коллинз, охранник. Он был в маске, но я разобрал именно его бейджики, прямо перед тем, как он повредил камеры. Начальник знает об этом. Я сообщил об этом. Начальник пытается дозвониться до него, но он не ответил. Почему-то я не удивлен. В любом случае, мне очень жаль, но я больше ничем не могу вам помочь. Я как-нибудь справлюсь, спасибо. Поиск целей. Лео Джонс и Максон Дюнкель. Отправляемся обратно в камеры. Так, значит, Лео и Массон, да? А, вот Лео Джонс. Он как раз прямо напротив находился, должен был видеть. Смотрите, сидит у него еще корона над головой. Хрена себе он сделал. Лео, здорово, пока... Точнее, пожалуйста, не бейте меня. Я хочу поговорить. Видите, я вежлив. А вот так пускай и будет дальше. Ты гордишься мной? О, да, я тобой горжусь. Ничего удивительно, вы такой крутой хрен. Слушай, а смотрите, поиск цели. Нам, может быть, надо обыск сделать? Странно. Но он сидит, поэтому, наверное, не работает. Доброе утро, господин охранник. Доброе утро, господин пленник. Как вы сегодня? Отлично, спасибо. И все? Хорошо, давайте попробуем со вторым пообщаться. Массон Дюнкель. Что-то я не понял вообще прикола. Петр, а у нас такое вообще есть тут? Лео, Стив Джексон. Ну-ка, давай поговорим. Эй, у меня есть для тебя дело. Думаю, тебе понравится. Нет, подожди, пока не для тебя. А, я не понял, а где у нас масон-то? А, вот масон. Только посмотрите, к нам идет господин. Как это там, да. Держитесь подальше, если бежда недорогая. Ладно, подождем. А у нас, по-моему, тут что-то еще светится, да? Надо пообщаться с ним. Эй, вертухай, то есть господин вертухай, у меня проблема. Помогите мне. Что за проблема? Я уже давно не получал никаких посылок от своей семьи. Я бы очень хотел съесть что-нибудь сладкое. Можете купить мне печеньки, пачек 10, чтобы... На подольщик хватило. Я, конечно, заплачу за ваших опытов. Сту баксов подойдет? Ну, а ты мне на печеньки-то дашь деньги? Или я за свой еще должен буду их приобрести? Я думаю, это можно сделать. Спасибо, вы хороший человек. Я жду, но возвращайтесь без моего печенька. Хорошо, хорошо, хорошо. Печеньки я тебе намучу, это не проблема. Мне главное сейчас разобраться вот с этим товарищем. Держи подальше, если тебе же недорога. А, даже вот так вот. Слушайте, а что мне надо сделать-то с ними? Я не понимаю. Обыск что-то... А, обыск, наверное. Здесь красным загорелось у нас. Забираем. Чувак начнет пообщаться. Тебе запрещено покидать камеру. Что? В чем дело? Я нашел твою камеру за точку, в которой убили Боб Клерка. Это бред, я никого не убивал. Он мне не нравится, правда. Но это был не я, правда. Кто-то пытался меня подставить. Не надо оправдываться. Оставайся здесь. Серьезно? Кто-то меня подставил. Я должен знать, кто и тогда я его убью. Да нет, я думаю, не получится у тебя. Начинать сейчас интересует Кеннет Дукландс. Угу. Здесь нет, интересно. Вот он. А, нет, это Александр Дэвис. О, давай. Позь его. Я что-то не очень понимаю, если честно, где мне найти этого Кеннет Дугласа. И на карте у нас он тоже никак не подсвечен. Может, в... Точнее, во дворе находится. Сейчас посмотрим. Здесь его нету. А ты у нас... Хм. Не, я что-то реально, либо я туплю, либо я не могу понять, где я. Я уже все абсолютно бежал в комнаты. Хм. Интересно. Подожди, стоп, это же, наверное, начальнику тюрьмы надо. Ё-моё, что-то я туплю реально. Да. О, привет, я слышал, что ты ищешь убийцу. Мои аплодисменты. Думаю, у тебя есть для меня новости. Я нашел веские улики, которые указывают на масона Дюнкела. Ты уверен, что эти все улики? Хм. Их будет достаточно, чтобы предвидеть ему обвинение? Думаю, да. Хорошо, оставь их здесь, и я передам их в полицию и напишу отчет. Ну, я уверен, что он получит еще один пожизненный срок. Мы должны держать его подальше от других заключенных. Масон Дюнкель запрещен, но покидает свою камеру. Уже сделано, сэр. Правда? Отлично, хорошая работа. Я могу спросить, как там насчет охранника? Ну, вы знаете. Кого? Ну, он еще уничтожил камеру. Мне нужно сообщить о нем в полицию. Я ничего не слышал, а днем стоит ночи. Возможно, он помогал масон Дюнкелю. А теперь сбежал. Ладно, теперь возвращайся к своей работе. Понятно. Ожидать решение суда. Ожидаем мы где? Ожидаем мы непонятно где. Ну, наверное, просто свободное время, да? Я там видел, у нас коробочки загорелись. Надо пойти их проверить. И у нас еще была задача купить 10 печенек. Печеньки, печеньки, печеньки. Это это, что ли? Крамильное печенье по 2 доллара. Ну, давайте купим 8, подтвердить. И еще 2 надо, да, приобрести нам. А здесь печеньек-то у нас и нема. А у нас, по-моему, торговые аппараты были еще около комнаты отдыха. А, вот сюда нам, да, походу, можно дойти. Ну-ка, давай поговорим. Эй, там. Эй, ты. Ты ко мне обращаешься? Конечно, к тебе. Кому же еще? Ты такой какой-то тупой. А, в смысле? Да во всех смыслах. Ты ходишь как тормоз, двигаешься как тормоз. В тюрьме свои законы. Если хочешь тут работать, давай, шевелись. Кстати, у меня кое-что для тебя есть. Ну и что же? Все очень просто. Каждый день я буду давать тебе задание. Я буду давать тебе посылку, а ты будешь ее передавать. И все. И все. Главное делать это быстро. Очень быстро. Но от этого будет лишь сплошная польза. После нескольких тренировок ты станешь все делать гораздо быстрее. Что скажешь? Ну, я согласен. Отлично. Первое задание очень простое. Возьми этот предмет и беги в назначенное место. Давай, давай. Побежали, наверное, да. Только назначим... А, вижу точку. Сейчас, добежим. Я так полагаю, нам будут скорость добавлять с помощью таких вот систем прокачек. Открываемся. Да, открывайся. 22 секунды. Вот. Ему надо отдать ее. Здорово. Что-то не так? У меня для тебя посылочка. Спасибо. И я как раз ее жду. Береги себя. Да, плюс 2 единицы скорости. Это мы сделали. А печенье, печенье, печенье. Пойдемте попробуем прикупить сейчас. Надеюсь, вот это у нас продается. Нет, не продается. Надо проверить у заключенных. Как бы ни странно это прозвучало, но попробуем у них что-нибудь приобрести. О, Санек. Покажи, что у тебя есть. Купить, продать. Просто печенье. Ну, давайте тоже купим его. Какая разница. Подтвердить. Оно за что-то идет, интересно, или нет? Суммарно то печенье и это печенье. Нет, оно не за... Нет, сама не идет за счет. К сожалению. Тогда какое все-таки потребуется печенье? Все-таки в упаковках? Или вот такое? Хм. Кто-то у нас еще что-то продавал. А он находится прямо у меня за спиной, по идее. Как показывает камера. Вот он. Покажешь, что это товар. А, у тебя ничего такого нет. Но зато у него продается целая куча запрещенки. Ну-ка, обыскать. Что-то тут у тебя есть. Включение есть. Напильник. Забираем. Тебе-то больше не нужно. Ладно. Сходим туда в зал видеонаблюдения. Подождем, когда обновлятся продукты у торгового аппарата. Точнее, в торговом аппарате. А сегодня тебе предстоит проделать кое-какую работу по наблюдению. Чтобы взаимодействовать с главным экраном, нажми кнопку Е. Понятно. У тебя есть доступ ко всем группам камер в тюрьме. Для переключения между камерами используй стрелочку лево-право. Потом, чтобы изменить комнату, которую хочешь посмотреть, открой карту. Понятно. Дальше идти за подозрительным поведением. Чтобы сообщить о чем-то, что кажется выходящим за рамки нормы. Найди ближайшего к действию охранника. Выбери коемму, а затем выбери подозрительную заключенную и сообщи о нем через меню колесика. Понятно. Из камеры помечена на карте красным. Это означает, что она повреждена по всей... Но все равно можно передавать видео. Ясно. Смотрим. А, ну мы только над этим блоком можем крутиться, да? Или нет? А, мы везде можем крутиться. Вы посмотрите. А, подозрительное поведение в блок Б. Мы здесь и находимся сейчас, кстати. Это подозрительное, да, попер как-то, смотри. Вот так вот? Сейчас должен быть к нему подойти, наверное. Ну да, подошел. А, нет, прошел мимо, ты посмотри. А, пожар у нас здесь еще. Ё-моё. Патруль. А вы собираетесь вообще тушить или как? Это очень странно все. Все просто побегу, понимаете. Все просто ходят и бол забили. А я должен что, вручную вам показывать, что надо сделать? Ну, патруль. Здесь у меня сейчас ничего не доступно. Это вообще след в углу, посмотрите. Атака, лечение, осуждение. Вот так вот. Не, надо так делать. Хары, кстати, он уделил лучший костер по туши. Вот это, кстати, действительно было бы лучше. А, он, кстати, сам по себе уже погас. Ладно, посмотрим, что здесь еще есть. Тут работает у нас. Таких проблем нету. А, в коридорах. Подозрительное поведение. А камеры кого-то ломают. Как тебя зовут? Рикки Томпсон. Сейчас получишь по щам. Вот такое поведение. Хоть кто-то бежит сюда, нет? Походу, вообще никто не бежит сюда. А, осуждение. А, бежит, 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 вижу. Долго реагирует, очень долго. Не, давай, ты, гуляй, ты. Сразу вырубай его. Ну? Он портит имущество тюремное. Драка. Ну, его сейчас вырубят. Ни хрена, этот замес пошел жесткий. Отлично. Дальше. Наблюдаем. Задача выполнена. Значит, получили деньжат, репутация. Дальше ожидание решения суда. А он как меня будет ожидать, интересно? Просто ждать и все. Хотя свободное время, может быть, есть смысл его пропустить. Нет, до сих пор еще висит. Так, иди возьми заключенных из блока Б. В мастерскую отбьем их. Кто у нас пойдет в этот раз на работу? Давайте возьмем злых оленей. Раз. Два. Олень у нас? Нет, это не олень. Три, у нас тоже не олень. Да, конечно, у Санька группировка разрастается. Посмотрите, сколько у него народу. Просто охренеть. Тоже злая пасть. Это у нас голубяные крохи. Так, вот еще олень. Т у нас нет. Было бы классно, если бы можно было бы как-то устанавливать метки на... Ну, вот, предположим, где-то здесь, около камеры. Чтобы понимать и быстро прибегать уже к тому, кто тебе действительно нужен. И в какой группировке он находится. И так далее. Ну, здесь у нас уже навряд ли он. Да, это все. Убираем. За мной. Троем. Заходим, заходим. Не стесняемся. Инструменты вам. Ну, давайте. Раз, два, три. Держи первый. Второй. И третий. Все, работаем. Что случилось? Только же начали работать. Возвращайся к работе срочно. Пошел ты, я ничего плохого не делаю. Ты предупреждаешь сидеть в камере и считать клопов? Ты не спореди, вычерподзери. Мы так много работаем, а остальные придурки сидят на жопе ровно и ничего не делают. Да, ты серьезно? Там злая пасть у меня только-только и работает. Даже в комментариях пишут, типа, Серега, почему только они у нас находятся на работах. Так что все нормально. Сегодня ты работаешь, завтра они будут работать. Как всегда. Да, может, ты прав, но ладно, не важно. В общем, работай, да. Блин, еще один восстановился. Пока ты стоишь, мы деньги не зарабатываем. В чем дело? Да ничего, ну и работай-то да. Почему не работай? Вперыв. Я не могу немножко отдохнуть, и так ли? Ладно, можно недолго. О, круто. Господи ты, боже мой, что с тобой случилось-то? Что же за неувязок ты такой попался у меня? Убираем тело это отсюда. В больничку. А у тебя? Почему ты просто здесь стоишь? Что? Я просто задумался. Бывает, возвращайся к работе. Уже бегу. Собираемся. У нас тут два человека только осталось. Исперёг. Один в больничку отъехал. Поговорить. Я забираю инструменты. Да. Да, я забираю. Угу. Этот готов. Следующий. Стивен Джексон. Отдавай инструмент. Мы закончили на сегодня. Да, дай, пожалуйста, инструмент. Вот. Спасибо. Ну, видишь, нормальные такие, покладистые, хорошие ребята. Всё, без никаких проблем. Дальше. Обыск. Извини, но надо. Это есть. Это есть. Естественно, обезопасить. Так как у нас здесь слишком много глаз. Давайте, как будто вы ничего не нашли. Всё в порядке? Ясно? Нет. Боюсь и обманываю себя. Это точно. А теперь за мной. Ладно, проверили. Там завезли на печеньке, нет? Нет. Здесь нету. И здесь тоже нету. Бегут. Бегут. Бегут мои хлопцы. Хе-хе. Тручки. Задача выполнена. Свободное время. Угу. Угу, угу, угу. Ну, я, наверное, я просто посижу. Так будет быстрее, наверное, и проще. Мне просто интересно посмотреть, что будет за ожидание суда. Обыск камер. Седьмой, девятый, одиннадцатый и шестнадцатый. Седьмой. Седьмой, седьмой, седьмой. О, продаёшь печеньки? Нет, покажи. Нет, не продаёт. Седьмой есть. Слушай, а у него, походу, ничего и нету нигде. Да, я сразу, смотри, вычеркнула его. Но это офигеть какой удобный навык на самом деле. Это очень удобно и очень быстро. Девятый. Тоже вычеркивается, ничего нету. Я, конечно, проверю, на всякий случай, ради интереса. Печенька оставляем. Хотя, наверное, надо было забрать её, да, по заданию. Но мы не будем отжимать его одних, чтобы отдать другим. Это неинтересно. Ну, неправильно. Нет, всё зелёное, у них абсолютно ничего нет. Значит, если нету красной подсветки, действительно, можно и не париться. Хитмант. Так и не успокоится, смотри, а. Вдхай, бобёр. Во. Тоже пусто. Единственное, надо подушку проверить. Она почти всё время желтно светится. Чисто. И номер 16 у нас находится вот здесь раскольников. Да, чисто всё. А, иди в зал священия и поговори с охранником. Окей. Ну, я так полагаю, мы сейчас сдаём денег, а как раз-таки появится здание дальше уже по преступлению. Поговорить. Да, на сегодня всё. Риск пункта минус 1%. Уважение охранников минус 2%. Деньги мы заработали. И тюрьма. Продолжить. О, можно поговорить с боссом. Так, босс, босс, босс. У нас находится вот здесь, да? Господин начальник. При этом у меня для тебя есть новость. Суд решил, что масон заслуживает более серьёзного наказания. Сколько лет он получил? Он получил смертную казнь. Понятно. Это ещё не всё. Дата казни завтра, и казнить его предстоит тебе. В смысле? Я? А, почему так удивился? Ты думал, что наша камера смертных просто для показухи? Если ты опасаешься за свою безопасность, в конце концов, это ты его разоблачил. Не бойся. В общем, в любом случае, ты там будешь не один. Ага. Рад, что ты согласен. Да, у меня, походу, других вариантов нет. Пока возвращайся к своим обязанностям и не думай об этом слишком напряжённо. Помни, что это убийца. Он не заслуживает нашей жалости. Ну, это охренеть, я вам скажу. Это будет охренеть. Походу, у нас следующее создание будет связано со смертной казнью. Ну, ладно, да. Значит, тогда на этот момент я с вами попрощаюсь. И увидимся уже в следующей серии. И у нас будет и душевая, и место казни. И будет, походу, очень много всего интересного, но явно не самого, скажу так, приятного для, наверное, просмотра. Да, но, тем не менее, это часть игры. Такие дела по-любому посмотрим и глянем, как всё будет реализовано. Всех вас обнял. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok